вот на нижний этаж такие вот разноцветные штуки стаканчик за 8 фунтов термос какой-то за 20 чашечка за 9 красиво так ну тут всякие миксер и там дальше утюги какие-то салфетки или что это разделочная доска до чопин мац 12 фунтов 44 разделочные доски 12 фунтов 1200 дороговато пойдем искать распродажа такие чайнички ладно что тут у нас на распродаже есть мама у меня вот такие коробочки всякие любит где написано на белом фоне чёрными буквами кофе сахар чай вот разделочная за 4 фунта вот как я рассказывала про ножики такие на бумажках только сейчас нужно приобрести видимо снимаешь такую бумажечку и идешь на кассу на кассе видимо пробивают вот этот полосковый код и подает вам ножи если вам больше 18 лет вот сэйфить его да вот написано если больше 18 лет вам нужно пред предоставить документ айди документ чтобы купить нож а так вот с табличкой идешь на кассу и показываешь на кассе что я хочу вот такой ножик купить сами ножи можно увидеть за стекло вот так вот вот так вот это все выглядит нынче в лондоне по ножовщину это стало достаточно распространенное преступление поэтому все ножи в свободном доступе не продаются какие красивые вот такую посуду у меня мама любит но она очень дорогая джон льюисе по крайней мере с с с с с с с нет они тяжелые 35 фунтов не и это дорого поехали дальше он даже с помидорками какие красивые тарелки и с лимончиком тоже даже фиги есть это вот ну джелая выглядит на неживая такой подносик такая дизайнерская посуда но это все очень дорого стоит вот тарелка 1 12 фунтов 1200 Вот есть бокалы, кужеры, с таким синеньким фактунем. Так, ну мне еще надо столовые ножи и пилки, ложки посмотреть. Вон какая дизайнерская посуда. Красота. Вот, по-моему, такие у меня ножи. Нет, вилка другая. Мне нужна еще такая ложка. Тейблспун, 8 фунтов ложка стоит. Нет, мы брали, по-моему, по 4. Пошли посмотрим, что тут есть. Вот такие вот всякие ножи, вилки, ложки. Нет, такие мне не нравятся. Вот такая она мне нравится. Вроде бы. Эйч. О, да, у меня, по-моему, эйч так и есть. Нет, не эйч. Вот такая у меня вилка. Вот такой ножик. А ложечка маленькая, мне надо побольше. Так, будем по вилке смотреть. Вилка, я помню, какая у меня. Вот такая у меня вилка. Ой, не помню, какие мы купили вилки, ножи и маленькие чайные ложки. Мне нужны еще суповые ложки. Ну, так и не нашла, какие именно. Надо будет в следующий раз посмотреть, какие у меня дома. И прикупить еще суповые ложки. Ну, а пока тут много всего. Посмотрим, покажу, что есть еще. Вот такие всякие вазочки. Мне вот это очень понравилось. Очень красивое. Привет! Знаете, сколько стоит такая ваза дизайнерская? 399 фунтов. 39 тысяч. 40 тысяч, в общем. А вот тоже. Люблю все серебряное. Очень красивое. Кувшинчик какой. 225 фунтов. Вот такой хороший подносик для автоном-ти. То есть сюда кладутся бутербродики, всякие пироженки. 250 тоже стоит. А вот наборчики подешевле. Кувшинчик за 60 фунтов. За 80 фунтов. Ну, там я, моя. А-а-а-а! Ликовки. Это для мамы. И вот такие дизайнерские тарелки. Боже мой, рога. Какие-то прибивать куда-то в пухожую. А это для свеч. Все, что хочешь. Это, наверное, для шампанского. Тазик. Осьминожка такой. Для фруктов. 149 фунтов. Вот красивый осьминог. Для... Что это? Кулинарный концепт. Октопус. Октопус это осьминог. Интересно тоже. Или вот крабик. 29 фунтов. Тоже кулинарный концепт. Это что для ножа. Разделочная доска вместе с ножом. И осьминожкой. Держатель для бутылки тоже. Интересно. Октопус. Октопус это осьминог. Крышечка такая в виде осьминога. А также можно бутылку использовать в качестве подставки для подсвечника. Канделябр такой. Ну и сами канделябры тоже есть. Вообще так походить по таким магазинам, воодушевиться дизайном, очень интересно. Когда у меня нету чем заняться, то есть нет мероприятий, я хожу просто по магазинам и насыщаюсь дизайнерским искусством. Вот таким вот. Такой оленьчик бутылку держит. Вообще тут олениная тема такая получается. Такие вот предметы. Кухонные тоже с оленьем. Здесь же какая-то маленькая статуеточка с птичками или кто это? Пчелы. А это для меда, наверное. Bee Olive Pigs and Hoggers. А, окей, это эти, канапешки, для канапешек. Вот такие вот штучки. Так раз, берешь, натыкаешь. Бутербродик или канапешку. Красивые штучки. А вот еще есть. Вот такие, типа зонтик, шляпки. Стоит это все 35 км. Ну тут тоже такой цветочный отдел есть. И я здесь тоже пионы вот что-то типа таких покупала. Но тоже на распродаже красивые георгины. Ну я уже пионы в Тики Максе купила. Пионы разные тоже. Вообще, тема пионов в Англии очень любимая. Здесь любят украшать пионами. А также вот лилии, орхидеи. Все это часто можно увидеть в богатых домах. Причем в живом состоянии, а не искусственные. Ну и также тут есть сувенирная тема. Зонтики в виде британского флага. Стаканчики для чая. Вот такие кружки. Тоже с британским флагом. Jacks and Co. Записные книжки. Ну все, 10-12 фунтов стоит. Для меня это дорого. Да и вообще сувениры мне не нужны. Ну вот так людям, если вот для видов подставки. Если что-то надо привезти из Лондона, в Джон-Льюисе тоже можно найти. Сувенирный отдел с надписью Лондон. Ну и опять яйца. Всякие-всякие шоколады. Отель Шоколад. Годива. Тут вот я вижу. Кстати, хороший шоколад. Другийский что ли? Годива. Очень вкусный. Вот такие яйца. Тоже на Годива. Такие целые. Сливки. Голодые. Коробки конфет. Опять же таки. Прям как книжки. Шоколад. Лайбрери. Интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...